В качестве эпиграфа я хочу взять заявление одного влиятельного высокопоставленного чиновника в одном из государств Евразии. В общем-то, видите эту цитату на слайде. Этот человек, к слову сказать, дважды доктор наук, заявил, что у его народа, народа его страны, есть лишняя хромосома, которая помогает справляться со всеми невзгодами. Ну, есть у него лишняя хромосома или нет, мне достоверно неизвестно, но вообще обычно хромосомы так не работают. А как они работают, я сегодня как раз таки и расскажу. Начнем немного с истории. В конце 19 века биологи, используя световой микроскоп, обнаружили сначала в растительных, а затем и в животных клетках какие-то загадочные структуры с совершенно непонятными функциями, которые, впрочем, хорошо окрашивались специальными красителями. И недолго думая, они назвали эти структуры хромосомами, что в буквальном переводе означает окрашенные тела, окрашенные тельца, потому что хромос это окраска или цвет, а сома это тело. Повторюсь, для чего нужны эти окрашенные тельца, в тот момент известно не было. Однако шло время, и впоследствии стало ясно, что вообще-то говорят не просто какие-то тельца, а это на самом деле очень важные структуры, которые передают наследственную информацию. То есть ту информацию, которая переходит от родителей к потомкам через половые клетки. То есть если вы там похожи чем-то на маму, чем-то на папу, то вот скажите спасибо хромосомам, которые вам от них перешли. И буквально в начале 20 века исследователям удалось установить, что действительно такие хромосомы являются тем самым материалом наследственности. Сделано это было на плодовых мухах, иначе говоря на дрозофилах. Это те самые надоедливые мелкие мушки, которые прилетают к нам на кухню посидеть на каких-нибудь лежалых фруктах, и кто-то с криком фу их прогоняет, а кому-то на них удалось открыть хромосомную теорию наследственности, доказать ее. Так что вот видите, и от мух бывает тоже польза. В принципе, сегодня мы знаем, что на хромосомах находятся гены, и эти гены кодируют белки, от которых так или иначе зависят практически все наши признаки. И когда хромосомная теория наследственности и генетика только делали первые шаги, то предполагали, что тут есть какая-то довольно простая взаимосвязь, наподобие того, что показано на слайде. Считалось, что каждый ген кодирует один какой-то белок. Знаменитая концепция один ген, один белок. А, соответственно, каждый белок отвечает за формирование какого-то признака. Однако впоследствии стало ясно, что эта система так не работает, что тут есть намного более сложные взаимоотношения, и белок может не один кодироваться одним геном. Да и формирование признаков вещь сложная. На самом деле, для того, чтобы сформировать каждый признак, мало одного гена, для этого нужна довольно сложная генная сеть. Вот такая примерно. Ну, бывает попроще, бывает посложнее, вы сами понимаете. Об этом я сейчас подробно рассказывать не буду, а расскажу вот о чем. Да, казалось бы, да. Причем рецепт пирожков к лекции про хромосомы. Но на самом деле он связан. Дело в том, что мы можем, в принципе, оставить основное ядро хромосомной теории наследственности, при том, что мы уже не признаем, что там один ген, один белок, а один белок, один признак. Но, в принципе, действительно у нас в хромосомах записана информация, которая необходима для правильного строения и функционирования нашего тела. И мы можем это сравнить с рецептом. Вот рецепт пирожков. Имея его, мы можем приготовить пирожки. А имея ту информацию, которая записана в наших генах на хромосомах, мы можем приготовить биологическое тело, которое будет как-то устроено и как-то функционировать. Аналогию можно продлить. Если в рецепт пирожков вкрадется какая-то ошибка, то есть если, например, у нас будет вместо одной чайной ложки соли 10 чайных ложек соли неожиданно, кто-то запишет при переписывании, то пирожки, скорее всего, получатся невкусные. Точно так же, если будет какая-то ошибка, иначе говоря, мутация в нашем наследственном материале, то что-то может пойти не так в строении и функционировании тела. Ну, например, есть такой замечательный ген FGFR3, который расположен на четвертой хромосоме. Это ген рецептора фактора роста фибробластов третьего типа. Ну, не суть важно, как он называется. Важно, что если в этом гене происходят изменения, мутации, то это приводит к разнообразным отклонениям от нормального развития, самым заметным из которых является нарушение роста трубчатых костей в конечностях. И развивается заболевание, называемое ахондроплазией. И вот типичный пример – это известный актер Питер Динклейдж из «Игры престолов», собственно, оттуда и кадр. Другой пример, еще более всем известный – это синдром Дауна. При этом в заболевании у человека имеется лишняя 21-я хромосома. Обычно у нас 21-ых хромосом должно быть две. Одна от отца, одна от матери. Но в результате неправильного расхождения хромосом при формировании половых клеток, преимущественно, иногда случается, что попадает в клетку вместо двух хромосом 21-ых три. И тогда у человека 47 хромосом – вот та самая лишняя хромосома. Но вопреки заверениям министра, которого я вспоминал, обычно это приводит не к каким-то улучшениям, а как раз-таки к нарушениям в психическом и физическом развитии. И при этом надо сказать, что синдром Дауна – это еще благополучный исход на самом деле, потому что большинство аномалий по числу хромосом ведут к более серьезным аномалиям и несовместимы с жизнью вообще. Число хромосом важно, конечно, не только для человека. Для каждого биологического вида характерно свое более-менее постоянное хромосомное число. Например, для той самой плодовой мухи дрозофилы – это 8, для домовой мыши – это 40, для нас – 46. И иногда можно даже отличить близкие виды животных, например, которые внешне почти не отличаются, по числу их хромосом. Но, с другой стороны, сильно вкладывать какой-то глубокий смысл в хромосомное число как таковое я бы, пожалуй, и не стал. Вот если посмотреть на эту таблицу, то видно из нее, что судить об уровне сложности о родственных взаимосвязях только по одному лишь числу хромосом – крайне затруднительно. Видите, что у кошки примерно вдвое меньше хромосом, чем у собаки, а зато у собаки столько же хромосом, сколько у курицы. То есть что это значит? Неужели это значит, что кошка вдвое проще, чем собака? Или это значит, что ближайший родственник собаки – это курица? Конечно, нет. И если мы сравним простогенные последовательности этих животных, мы легко придем к этому выводу. Или, например, у конопли 20 хромосом, а у табака 48. Вот какие выводы можно из этого сделать? На самом деле практически никакого. А у одного из видов папоротников вообще этих хромосом больше тысячи. На самом деле хромосомы можно сравнить с томами в собрании сочинений какого-нибудь писателя. Мы можем издать его труды одной толстенной книжкой, можем издать несколькими томами поменьше, где будет в каждом томе какой-то свой роман. А можем вообще издать там кучу брошюр тоненьких, в каждой из которых будет одна глава, как раньше в журналах публиковали художественные произведения. И смысл написанного от этого не поменяется, то есть число хромосом как таковое на самом деле не так уж важно. Исследование хромосом называется цитогенетикой, поскольку оно располагается на грани двух биологических наук цитологии, науки о клетках и генетике, извините, науки о наследственности и изменчивости. Цитогенетика. Конкретно о многообразии цитогенетических методов у меня нет времени рассказывать, но я расскажу один важный принцип, который есть. Один из наиболее распространенных цитогенетических анализов людей делается по анализу крови. Забирают какое-то количество крови и смотрят на хромосомы в клетках. Кстати сказать, в самых распространенных клетках крови, в красных кровяных клетках хромосом нет, их взять для этого нельзя, и поэтому для этого берут иммунные клетки лимфоциты. Но что здесь интересно, какой здесь есть один прием? Дело в том, что прежде чем мы сможем хромосомы покрасить и под микроскопом посмотреть на препараты этих хромосом, нам нужно иметь в виду, что мы можем их увидеть только в делящихся клетках. И биологи это заметили еще на самой заре открытия хромосом. Если клетка делится, то хромосомы в ней видны, а если клетка не делится, то хромосом, как правило, не видно. Поэтому в этом стандартном методе мы не можем просто взять клетки из крови и сразу же покрасить их, и сразу же под микроскопом смотреть и считать хромосомы. Мы должны сначала поместить лимфоциты на питательную среду, культивировать их, стимулировать их к делению, потом специальными ядовитыми веществами прекращать у них деление на определенной стадии, останавливать его, и только тогда это готово для анализа под микроскопом. То есть практически эта проблема на сегодняшний день решена. Однако остается еще вопрос теоретического характера. А почему же, собственно, хромосомы видно только в делящихся клетках? И для того, чтобы на него ответить, немножко поговорим о том, что же представляет собой наш наследственный материал с химической точки зрения. На самом деле основное вещество, оно известно, наши хромосомы в основном состоят из ДНК, и ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклиновая кислота. Кстати говоря, из моих знакомых за пределами университета очень мало людей могут правильно вспомнить, как это выговаривается, хотя ничего сложного тут на самом деле нет. Кислотой это вещество называется потому, что это и есть кислота, то есть pH меньше 7, и концентрация ионов водорода выше некоторого критического значения в растворах. Нуклиновой кислотой называется потому, что находится в ядре, которое по латыни так и называется, nucleus, здесь можно назвать ядерными кислотами, иначе ядрёными кислотами. А дезоксирибоприставка указывает на то, что в состав ДНК входит сахар дезоксирибоза, то есть это почти рибоза, но без одного атома кислорода, поэтому дезоксирибоза. То есть, как мы видим, само название ДНК содержит всякие забавные указания на то, что это вещество содержит сахар, что оно кислое и находится в ядре. Да, никаких упоминаний о важнейшей роли этого вещества в названии нет, ну, собственно, всякие важные штуки в биологии так обычно и называются. ДНК это полимер, это длинная молекула, что такое полимеры, да, длинные молекулы, которые состоят из большого числа более мелких молекул мономера. И на самом деле мономеры и полимеры, да, они нас окружают повсеместно, даже сейчас в этом зале они буквально повсюду, и белки в шерсти свитера, и целлюлоза в джинсах, и в бумаге, и в дереве, и там полиэтилен в пакетах, пластик в корпусе смартфона, крахмал в мивине и так далее, все это примеры полимера. Так вот, ДНК это как раз тоже полимер, и мономерами ДНК являются нуклеотиды, это довольно сложные соединения сами по себе, сейчас химическое их строение не буду разбирать, а я скажу только о том, что их 4 в составе ДНК, адениловый, темидиловый, гуаниловый, цитидиловый, и обычно их для простоты называют по первой букве азотистого основания, которая входит в их состав А, Т, Г и С, соответственно. И вот мы можем любой участок ДНК, то есть основного вещества наших хромосом, записать вот таким образом, как последовательность этих букв А, Т, Г и С. Да, вот, например, ген инсулина, того белка, который отвечает за регуляцию уровня сахара в крови. А, 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 Т, Т, Г, С, А, Г, ну и так далее, достаточно длинный. И вот здесь записана, на самом деле, одна такая длинная полимерная цепочка, хотя все, вероятно, догадываются о том, что этих цепей в ДНК две. Еще с середины прошлого века мы знаем о том, что ДНК это двойная спираль, и там параллельно идут две цепи. И вот вопрос, зачем, собственно, зачем нужна эта вторая цепь. Некоторые люди думают, что там какая-то дополнительная еще информация в ней содержится, если две цепи так информации может записать вдвое больше, но на самом деле не совсем так. На самом деле вторая цепь ДНК, она однозначно соответствует первой. И то есть цепи соответствуют друг другу по так называемому принципу комплементарности. Если в одной цепи у нас С, то в другой обязательно будет Г и не что иное. Если в одной цепи Т, то будет А и наоборот. То есть зная последовательность в одной цепи, мы можем однозначно восстановить вторую. То есть это значит, что дополнительной информации во второй цепи у нас, как правило, не будет. Ну иногда будет, но сейчас я не буду в это углубляться. А вторая цепь, она нужна не для того, чтобы хранить дополнительную информацию в основном, а для того, чтобы повышать надежность хранения информации. Потому что если у нас произойдет какая-то ошибка, заменится какой-то нуклеотид, то можно по второй цепи эту замену иногда бывает исправить. С некоторой вероятностью называется процесс исправления ошибок в ДНК репарации. В свое время за него дали Нобелевскую премию не так давно. Вернемся немножко к гену инсулина. Не для того, чтобы сейчас зачитать его вслух до конца, этого мы делать не будем, а для того, чтобы просто еще раз посмотреть на то, насколько эта последовательность вообще говоря длинная. А ведь это на самом деле только один ген. И ген небольшой. И на одной хромосоме на самом деле находятся этих генов сотни и тысячи. А между этими генами еще находятся последовательности, которые не кодируют белков. И эти последовательности занимают на самом деле у нас больше 95%. То есть наши гены, кодирующие белки, это там какие-то ничтожные доли всего лишь. А вот эти межгенные последовательности, которые, некоторые из них выполняют регуляторные функции, некоторые вообще непонятно, что делают в геноме, они на самом деле тоже велики. И вот зная все это, что хромосомы это тысячи генов и там огромные последовательности не кодирующие, то мы поймем, что вообще говоря молекулы ДНК должны быть очень большими. И это действительно так. Отдельная молекула ДНК, думайте, молекула, несколько сантиметров длиной. То есть это одни из самых крупных молекул. А если мы выложим молекулы ДНК всего лишь из одной клетки в линию, полностью раскрутивых, то это будет около двух метров, это фактически будет превышать зачастую просто рост человека, из клетки которого мы эту ДНК взяли. И вот эти два метра, они как-то помещаются в крошечном ядре клетки, которая там какими-то долями, миллиметра, микрометрами исчисляется. И на этом фоне даже то, как какая-нибудь туристская или молодая исследовательница пакует свой рюкзак, уже не выглядит таким странным. Шпаковать два метра ДНК в клетку, это на самом деле большое достижение. Хотел сказать, посмотрите, что я достану из кармана. Ничего из кармана не достану, а обратимся мы к вашему воображению. У каждого из нас, вероятно, есть дома какой-то набор ниток. И вот длина стандартной нитки, которую мы берем, когда нам нужно починить одежду, она может быть 100, может быть 200 метров. И тем не менее, эта нитка, она легко помещается, катушка ниток в кармане даже. То есть это компактизация. И у нас, если вы хотите узнать подробнее о том, как эта компактизация происходит, то я вам очень советую посмотреть лекцию Ксении Гулаг, которая не так давно была у нас на 15 на 4 на спецэвенте. И вот видео уже скоро будет у нас на нашем канале на YouTube. А я расскажу очень вкратце, что у нас в клетке имеются аналоги, вот этих катушек для ниток. Вот они тут показаны черной стрелкой. Это так называемые гистоновые белки, вокруг которых обматывается ДНК. Действительно очень похоже на нитки и катушку. Но этот процесс сложнее. То есть не так просто, как с нитками. Потому что с нитками проще. У нас есть одна большая катушка, на нее все намотано. А здесь, тут помимо вот этого наматывания на катушки, которых много, тут есть еще образование петель, тут есть еще какая-то суперспирализация, и другие сложные процессы. И возникает вопрос, а почему? А почему нельзя намотать это просто ДНК на большую катушку? Как это сделано с нитками? А ответ на этот вопрос состоит вот в чем. Если мы намотаем ДНК на одну большую катушку, то у нас будет доступ только к самым наружным виткам. Если нам вдруг понадобятся с определенной целью внутренние витки, то нам для того, чтобы для них добраться, придется размотать все наружные. И, собственно, с нитками оно так и происходит. Достать те витки нитки, которые находятся прямо возле катушки, у нас не получится. Но клетка, она не может размотать всю ДНК, потому что просто клетка слишком мала для этого, молекула ДНК несколько сантиметров. И поэтому применяется вот такой способ. Он более сложный, но зато при этом можно размотать любой участок ДНК, не трогая соседний. Это на самом деле очень удобно. Теперь ответим на вопрос, почему хромосомы, собственно, похожи на Х. Дело в том, что, напомню, что мы хромосомы в виде хромосом увидим только во время деления клетки. Почему мы их увидим? Мы их увидим потому, что клетки в период деления надо хромосомы разделить правильно между двумя дочерними клетками. Они должны правильно разойтись. А если они неправильно разойдутся, то, к слову говоря, будут такие нарушения, как синдром Дауна и другие. И понятно, что разделить хромосомы проще, когда они максимально конденсированы. Но представьте, что легче разделить? Если у нас лежат в коробке нитки, намотанные на катушке, или если у нас лежит такой огромный клубок ниток, где они все перепутаны. Что нам легче будет разделить? Конечно, нам легче разделить катушки. Но вот вопрос. Если молекула ДНК, двойная спираль, такая длинная полимерная нитка, пусть даже она конденсирована, то, по идее, должна получиться палочка. А почему-то получается не палочка, не буква И украинская, а получается буква Х или Х. Почему? А дело тут в репликации. Дело в том, что перед тем, как делить хромосомы по дочерним клеткам, вообще-то говоря, клетка должна свою ДНК удвоить. Молекула ДНК, вот она тут изображена, две цепи ДНК разделяются, и на каждой из них формируется новая цепь по принципу комплементарности. Это называется репликация ДНК. И, собственно, благодаря этому процессу из одной молекулы ДНК получаются две идентичных, которые, собственно, и нужны для двух дочерних клеток. И вот что делает клетка? Она соединяет эти две получившиеся молекулы, две хроматиды, вместе в регионе, который называется центромера. Вот эта перемычка буквы Х или Х, это называется центромера. Она может быть по центру, может быть смещена к одному из краев. Зачем клетка это делает? Это она делает для того, чтобы понять, что, ага, вот это и это, это одинаковые копии. И для того, чтобы именно одна из них пошла в одну клетку, а другая в другую при делении, и не перепуталась это ни с какими похожими хромосомами. И вот, собственно, получается, если мы посмотрим на хромосому под микроскопом, вот такая картина, или более красивая картина, если мы применим новые методы, какое-нибудь флуоресцентное окрашивание, увидим много вот этих иксов. Они хаотично так более-менее лежат, хотя, конечно, в клетке они лежат более упорядоченно, на препарате они уже так расходятся. И если мы их выстроим по порядку, от самых больших к самым маленьким, то мы увидим, что у человека, например, хромосомы все будут лежать по парам, у каждой хромосомы будет пара. И наши 46 хромосомы, это на самом деле 23 пары. В каждой паре одна хромосома нам достается от отца, другая достается от матери. Ну и, собственно, про самих отца и мать немножко. Чем отличаются мужчины и женщины на уровне хромосом? На самом деле хромосомы у мужчин и женщин удивительно похожи, и 22 пары хромосомы у мужчин и женщин совершенно одинаковые. И только последняя пара, так называемые половые хромосомы, мужчин от женщин отличает, вот это хромосомы Х и У. У женщин 2Х хромосомы, набор Х и У, у мужчин набор Х и У. И вот благодаря этим названиям Х и У тут создается путаница, потому что некоторые люди думают, вот У хромосома, она же, наверное, похожа на У, а Х хромосома, она похожа на Х. Но это на самом деле, вот так вот это рисуется, это полная неправда. Значит, а правильно? Правильно. Вот так вот. То есть У хромосома, она выглядит вот так, и на самом деле она тоже похожа на Х, как и все наши хромосомы, просто маленький такой Х. И возникает тогда вопрос, а что же они тогда называются Х и У, раз они все похожи на Х. А дело тут, вот в исследователях, в романтиках, дело в том, что Х хромосома, она названа примерно по той же логике, что Х-фактор или люди Х. То есть это какая-то загадка вот есть в этой хромосоме, была, по мнению исследователей, назвали эту половую хромосому Х хромосом. А потом, когда уже называли У, то просто назвали следующей буквой по алфавиту, У или У, которая идет после Х. Так что мужчины, не особенно радуйтесь, Ваши У хромосомы. Кстати говоря, она маленькая, и все время уменьшается, и есть даже предположение, что скоро она уменьшится еще сильнее. Ну и завершу я чем? Завершу я тем, а что же, собственно, в клетке, которая не делится? А в клетке, которая не делится, как мы увидим на микрофотографиях, мы никаких хромосом, как правило, не увидим. Почему? Потому что, когда клетка не делится, ей не нужно разделять свои хромосомы по кучкам на дочерние клетки, а ей нужно использовать свой наследственный материал. Для этого клетка должна найти, для того, чтобы как-то пустить свой наследственный материал в оборот, ей нужно найти на ДНК определенный ген, снять с этого гена РНК-копию, в виде молекулы РНК, и отправить эту копию в цитоплазму из ядра, где молекулярные машины, называемые рибосомами, эту РНК подберут и синтезируют нам тот белок, который нужен. А сама процедура снятия РНК-копии с ДНК, она на самом деле не такая простая, потому что для этого нам нужно, как и для копирования ДНК, две цепи ДНК отделить друг от друга. С другой стороны, отделить друг от друга, и только тогда можно сделать РНК-копию. А для того, чтобы эти цепи, соответственно, расплести, то ДНК должна быть более-менее деконденсирована, то есть она не может быть так сильно компактизована, как во время деления. Таким образом, если подвести итог, то что можно, какой сделать вывод? Когда клетка делится, ей нужно, чтобы ее генетический материал был как можно более компактным, потому что его нужно тянуть в разные стороны, правильно распределять, а когда же клетка не делится и использует свой наследственный материал, то он должен быть менее конденсирован, он должен иметь вид такого более-менее рыхлого хроматина. Конечно, это не конец истории, потому что хроматин тоже бывает разный, но об этом я расскажу все-таки уже как-нибудь в другой раз. А это моя лекция на этом закончена. Спасибо вам за внимание. Спасибо за лекцию. А можете, пожалуйста, ответить на такой вопрос? Чем отличается аутизм от синдрома Дауна? Ну, отличается довольно серьезно. Дело в том, что синдром Дауна – это генетическое заболевание с хорошо известной генетической причиной. Причиной синдрома Дауна является наличие лишней хромосомы номер 21. И это ведет к ряду отклонений, и задержки в психическом развитии – это далеко не единственная аномалия при синдроме Дауна. Там есть множественные проблемы со внутренними органами и другие проблемы. Что касается аутизма, то это заболевание, не заболевание, но, во всяком случае, это такое состояние особое, генетическая причина которого мы пока только начинаем понимать. И она далеко не такая простая. У людей с аутизмом 46 хромосом с хромосомами, все в порядке, и даже на уровне отдельных генов мы иногда можем найти какую-то причину, иногда нет, там есть множество генов, которые на это могут влиять. Таким образом, аутизм может иногда чем-то по отдельным проявлениям в общении человека может напоминать синдром Дауна, но это совсем разные вещи. Потому что аутизм конкретно касается этой психоэмоциональной сферы, а синдром Дауна – это просто набор конкретных симптомов, когда прилагается к этому еще и лишняя хромосома, эпикантус на глазах и многие физические аномалии другие, линии на ладонях другие и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот та ДНК, которая содержится не в ядре, а в митохондриях, она в процессе того, как клетка готовится к делению, она как-то свою структуру меняет или нет? Дело в том, что митохондрии – это на самом деле такие органеллы симбиотического происхождения. То есть митохондрии, которые вырабатывают для нашей клетки АТФ, там запас энергии, то они когда-то были бактериями, которые стали жить внутри других клеток. И они на самом деле с того времени действительно сохранили поэтому собственную ДНК, собственный наследственный аппарат. Он устроен значительно проще, чем тот, который в ядре. Это относительно небольшая кольцевая молекула ДНК с относительно небольшим количеством генов. И митохондрии делятся на самом деле полуавтономно. То есть они там себе делятся, не сильно это даже подгадывая под именно сам момент деления ядерного материала. Просто в клетке как-то удается добиться за счет взаимодействия между ядерным геномом митохондриальными, того, что эти процессы происходят как-то так, что в митохондрии попадает достаточное число. Но они там сами по себе. И у них там эти процессы просто в своем собственном ритме происходят. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, вот возьмем овечку Долли. Вот у нее же получается точно такой же набор хромосом. И как это получается точная физиологическая копия или точная поведенческая копия? Как набор хромосом влияет, ну, если мы возьмем, что одни и те же хромосомы, и какой объект получится? Абсолютно точно такой же или чуть-чуть другой? Ну, по поводу овцы Долли. Да, у меня вообще я неровно дышу к овце Долли на самом деле. Но я когда читал даже лекцию специально целенаправленно про клонирование этой овцы. И, кстати, в этом году же исполнилось 20 лет с момента клонирования овцы Долли. Да, это мы отмечали радостно. В чем состоит... Ну, я понимаю, кому это может показаться странным идеей отмечать день рождения овцы, но это была особая овца. Но возвращаясь к вопросу. Действительно, при клонировании овцы Долли фактически переносилось из одной клетки в другую весь наследственный материал, ядро, да, со всем наследственным материалом, который там был. Соответственно, наследственный материал Долли, которая родилась в результате клонирования, весь набор хромосом, весь набор генов, да, он был, конечно, идентичным. Только там митохондриальная ДНК, соответственно, отличалась. Но митохондриальная ДНК не так сильно влияет на признаки на самом деле. И в данном случае организм, конечно, был по своим свойствам очень похожим. Но это не значит, что он был идентичным, потому что, по сути дела, клон, он же мало чем лучше, чем, например, однояйцевый близнец. Вот бывают же однояйцевые близнецы. Причем они бывают и у человека, бывают они и у животных. И они, вот нельзя сказать, что они четко идентичны и всегда один в один. Они могут, если это люди и близнецы, так они могут и по поведению отличаться по-своему. Иногда и по каким-то признакам. Когда клонировали, например, кошку, первое домашнее животное, когда было клонировано, то узор пятен на шерсти этой кошки был совсем не такой, как оригинала, из которого ее клонировали. Потому что это случайные процессы задействованы в формировании этого узора. То есть получилось похоже, конечно, очень, но сказать, что мы можем воссоздать прямо вот один в один, а если говорить о человеке не только еще физическую сторону и психическую, ну нет, такого мы сделать не можем. Может быть пока, а может быть и вообще. Я не готов ответить на этот вопрос, что будет дальше. Пока не можем точно. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, существует ли процесс обратной репликации? Если да, то с какой целью он происходит в наших клетках? Ну я не уверен, что это будет процесс обратной репликации, если мы будем получать одноцепочечные ДНК. В основном ДНК все-таки у нас существует в двухцепочечной форме, хотя какие-то работы по исследованию свойств одноцепочечных ДНК тоже были, я сейчас, чтобы не соврать, не буду там их цитировать, но РНК, которые, в общем, по своим свойствам на ДНК отчасти похожи, отчасти отличаются, то РНК образовывают иногда очень интересные одноцепочечные структуры. Я думаю, что одноцепочечная ДНК вела бы себя как-то похожа на одноцепочечные РНК. Спасибо за лекцию. Можешь ли ответить на такой вопрос? Влияет ли набор хромосом на, допустим, тело человека наличие сиамских близнецов или руки в животе? Нет, конечно, это влияет, но тут я бы сказал, что, как правило, большинство аномалий, которые мы можем наблюдать, когда вот там рождается человек или рождается какое-то животное с какой-то аномалией, то это далеко не всегда есть результат каких-то значительных хромосомных именно перестроек на уровне хромосом. Тех, которые мы можем прямо вот посмотреть на хромосомы под микроскопом и увидеть, ага, да тут лишние хромосомы или ага, да тут там половины хромосомы не хватает или еще что-нибудь в этом духе. Обычно эти изменения происходят из-за довольно небольших перестроек на уровне отдельных генов, а иногда даже и без перестроек в генах, просто вследствие того, что индивидуальное развитие оказалось нарушено какими-то внешними факторами, которые в критический момент какие-то сигнальные пути нарушили. То есть иногда да, а иногда нет. Что касается сианских близнецов, то тут вообще сложный вопрос, почему они возникают. Скорее всего, тут все-таки если это и генетическая причина задействована в некоторых случаях, то это генетическая причина не на уровне целых хромосом, а на уровне отдельных генов. Вопросы с двух частей, зато очень коротких. Расскажи про организмы, которые не используют ДНК, а все еще остались в каких-то предыдущих формах передачи наследствия информации, допустим, чистая РНК. Все ли они живы ли сейчас на планете? И второе, а может быть первое, расскажи про организмы, которые используют не только АТГЦ, но какие-то другие варианты, насколько они распространены и что мы вообще знаем об этом всем. Ну, про другие варианты, кроме АТГЦ, я буду рассказывать, когда у меня будет лекция про генетический код. Сейчас я об этом не буду, потому что если я начну, так тут это минимум на полчаса, а по поводу есть ли организмы, которые используют в качестве наследственного материала не ДНК, а что-то еще и там, как у них дела? Ну, мне лично известно из таких организмов, если это можно назвать организмами, только вирусы. Вот есть РНК-вирусы, например, тот же самый вирус иммунодефицита человека, наследственный материал которых это РНК, ДНК у них вовсе нет. клеточных организмов, у которых было бы не ДНК, а что-то другое, мне неизвестно. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот у людей с синдромом Дауна непарное число хромосом, это значит, что они не способны иметь потомков, я же правильно понимаю? Нет, не совсем это так. У них сниженная, как правило, фертильность. Я бы сказал, что у мужчин с синдромом Дауна почти всегда они бесплодны, у женщин с синдромом, хотя есть и фертильные тоже, у женщин с синдромом Дауна фертильность снижена, но иногда, иногда такие у них дети рождаются, такое бывает. То есть, конечно, непарное число хромосом, оно при делении мешает, конечно, и поэтому многие гаметы получаются с неадекватным числом хромосом, но иногда получаются с адекватным. И более того, у женщины с синдромом Дауна вообще теоретически может родиться совершенно здоровый ребенок.